Здравствуйте! И с вами Колесов Павел Борисович, директор Сибирского центра НОП и технологий, тренер тренинга возрождения природного голоса. Сегодня я хочу рассказать об этом тренинге, который может помочь вам восстановить всю богатую палитру вашего голоса. Человек рождается со свободным, с легким телом, в котором нет никаких зажимов. Именно поэтому маленький младенец, которому всего 2-3 месяца от рождения, может своим криком переключать работающий автомобиль, кричать так, что у людей закладывает уши. Как раз потому, что у него связки свободны и он может свободно выпускать звук. Но потом люди растут, попадают в разные сложные жизненные ситуации, они там начинают напрягаться и у них в теле начинают возникать зажимы. Зажимы в теле приводят к тому, что люди начинают терять свой голос. И спустя некоторое время, вместо того, чтобы говорить мощным, красивым, богатым голосом, люди говорят высоким, тонким голосом, в котором, к сожалению, нет большого количества интонаций. И таким голосом люди общаются. И это, в общем, большая беда, большая проблема. Потому что когда человек говорит высоким голосом, в котором нет никаких интонаций, ему сложно проводить переговоры, ему сложно общаться с родными, близкими, такой голос вызывает раздражение в каких-то компаниях. А всего-то нужно вернуть богатство интонаций. Раскрыть свой природный голос, который есть у каждого из вас. И вам это доступно. У меня первоначально тоже был весьма кривой, весьма зажатый голос, но я им занимался, я им развивал. И в итоге у меня сейчас получается такой богатый, красивый, изящный и интересный голос с большим количеством обертонов. Где вам могло быть это полезно? Если человек говорит связками, если человек говорит высоким голосом, высокими тонами, к сожалению, ему сложно говорить долго. Человек выдыхается, он начинает перхать, и сложные, долгие выступления, на час, на два, на три, у человека не получается делать. На этом ломается презентация, на этом ломается большое количество докладов, из-за этого у людей могут возникать проблемы в смысле карьерного роста или донесения информации до окружающих. Если у вас высокий голос, который мало интонаций, вам сложно вести бизнес-переговоры, потому что если у вас красивый голос с большим количеством обертонов, низкий, такой голос совершенно инстинктивно, на биологическом уровне располагает ваших собеседников к вам. И они начинают вам больше доверять. Где еще полезен этот голос? Если вы умеете говорить по-настоящему с обертонами, такой низкий, глубокий и бархатный голос обычно очень и очень нравится женщинам. И он, женщина, обычно напрочь выключает сознание, и вы можете делать с ними то, что хотите. И здесь фишка не в том, что вы говорите, а в том, как вы говорите, каким голосом, какими интонациями, какие обертона у вас есть. И прелесть в том, что вы можете этому научиться. Этому как раз посвящен мой тренинг «Возрождение природного голоса», на котором вы раскроете свой мощный, красивый природный голос, чтобы вы могли легко воздействовать на других людей в продажах, в переговорах, на противоположный пол, когда вы хотите кого-то соблазнить или очаровать, когда вы хотите договориться со своей половинкой, когда вы хотите быть гораздо более убедительными для своих детей, для своих родственников, бабушек или дедушек. И здесь ключ является ваш голос. Если вы хотите владеть умами людей, вы проникаете к людям в мозг через голос. Если голос высокий, если голос быстрявый, тогда голос обычно оттолкнет людей. Зачем говорить, как этот голос? Когда вы можете запустить в себя мощный, красивый голос, которым вы сможете легко говорить и петь, и получать огромное удовольствие от того, как звучит ваш волшебный природный голос. Я приглашаю вас ко мне на тренинг «Возрождение природного голоса», чтобы вы могли почувствовать, насколько это классно, когда вы говорите своим природным голосом и легко добиваясь своих целей в общении с другими людьми. Добро пожаловать!